Когда прежде я не видел такого базара. На нём можно было купить вообще всё, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Привет, это Артур, и мы продолжаем прохождение метро 2033. Это уже третья часть, и вторая закончилась на том, что мы прибыли на базар, станцию, которая, судя по всему, в не очень хороших отношениях с нашим компаньоном, скажем так, Бурбоном, и сейчас посмотрим, во что это выльется. Слышишь, начальник, а может всё так утрясём? Конечно, пойдём поболтаем. А вы присматривайте за этим. Привет. Как дела? Не двигайся. Хорошо. Стоять, я с тобой разговариваю. Стою. Да, они очень дружелюбные парни. Будем надеяться, Бурбон договориться там до чего-нибудь. Так. Тут у них стоит. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Не горю желания. Ээээ, следи за языком. Бля, мы вляпались по самые помидоры. Ну а ты видел, что это было? На этих перцев сдрясили, у меня ЛВ точно верно. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо разгребать. Будем считать, что повезло. Ну ты и будешь разгребать. Так, ну и тут Бурбон оставляет нас в собственное распоряжение, как говорится. И давайте разведаем, что тут находится. Нет, мне показалось, когда я проходил, мне показалось, что тут патроны лежат. О, зато они лежат тут. Будем тырить все, что попадается. Потому что деньги нам не помешают. Тем более это базар. И возможно, на эти деньги мы сможем что-нибудь купить. Так, тут у нас толчок. Тут нам делать нечего. И какие-то недружелюбные парни. Он мне напоминает чувака из фильма «Брестская крепость», который вызывал там с несколько дней подкрепление. Это крепость, крепость, говорю. Точно так же, безрезультатно. Так, что здесь происходит? Здесь у нас очередной бар для отдыхающих. Так, и я вижу там, если нам удастся сейчас спереть. Пока чувак пьяный в щи. О, отлично. Так, а мы заходим на базар. У нас хатчатурян какой-то. Продает всякий скарт. Мясо. Интересно, чье оно. Сменина. Продают, в общем, все, что смогли утащить с поверхности сталкера и принести сюда и перепродать. Так, бедина мотового, так называемая. Что это у нас? Продаем, покупаем. Приемный пункт. Что у нас есть ненужные патроны. Так, это честолетные, это шарики. Вот, шарики нам точно не нужны. Потому что пушку мы такую не взяли. Выкладывай пульки. Я готов к расчету. И это автоматные магазины. Стрелы тоже продаем. Так, ну и в принципе, у нас слишком много патронов на вербович. Я думаю, нормально. Так, что можно купить тут? Так, ну нам Бурбон говорил купить фильтров. Видимо, они нам понадобятся. Динамик я, пожалуй, не куплю. Приберегу денег. Так, фильтр. Давайте возьмем 16. Я думаю, нам хватит. Ну и все. Пока, я думаю, больше ничего покупать не будем. Тут они собирают свои кустарные автоматы-пистолеты. Это их генератор святая святых. Кстати, слабо его охраняют, довольно-таки. Хотя нет. Тут до хрена солдат. Ну что, я думаю, можно идти назад к Бурбону. То есть, он там освободился от своих дел. Мама, не покупай мне крыску. Заткнись, Катька. Мы на этой неделе уже ели мясо. Ну, пожалуйста, мама. Я только поиграю и отпущу ее. С медведем своим играй. Хватит жиротву транжирить. Гурманы. Живой посоветуюсь. Такое, что я вижу. Как там говорится. Манилку забираю, подсилку оставляю. Так, вон Бурбон. Решил что-нибудь? Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный. Но тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все, выдвигаемся. Ну, пойдем-ка. Будем надеяться, хоть в этом где-то можно положиться. Тут у них над костром бутишка. Так что ладно. Я уже михи забашлял. Если меня кто-нибудь слышит, но мне-то ты ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить необязательно. Никто меня не слышит. Нет никого. Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Это Москва. Говорит Москва. Шутит он. Так, я пройду пока пулемет, посмотрю. Тут у них танковый КПТВ. Крупнокалиберный советский пулемет. Один из самых мощных в мире. Так, и что, мы выходим? Мы, я так понял, выходим на поверхность. Да вроде все спокойно. Кажется, все часа. Давай. Да. Это выход на поверхность. Надо валить отсюда побостро. Так, валим тут. Бурбона хапнуть эту хотят. Ну все, вроде мы успели свалить от них, а подниматься за нами дураков нет. Когда после 20 лет в туннелях видишь небо. Когда видишь город, в котором когда-то родился. В котором теперь властвует чудовище. Вот он. Мертвый город. Сказал мне Бурбон. Добро пожаловать. Домой. Так, мы выходим на поверхность. Первый раз в жизни Артема. Мы хотим перейти по ней, видимо, до следующего входа в метро, потому что иначе у нас вход перекрыт. Так, противогаз. И мы на вокзале. Я, честно говоря, не силен, не знаю, какой именно это вокзал. А теперь будь очень, очень настребен. Хотя просто станция метро. А вот и счастливые мне жители этого райского городка. Сталкеры. Эти черти дерзкие. На поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмурок набредаешь. Они как камень твердые, замороженные. Но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Понял, шеф. Так, что у нас тут? Ага. У нас еще один труп. Но у него, к сожалению, кроме... Кроме фильтров на противогаз больше ничего нет. Ну и то хлеб, как говорится. Так, все похоже. Две пули нашли. Так, что у нас с той стороны? Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Э, подожди, подожди. Я вижу лестницу наверх. Ну, ни хрена тут ловушка. Так, тебя можно как-нибудь обезвредить? Видимо, нет. Так, что? Кто там копошится? Ты твою мать. Соберем две стрелы. Потом где-нибудь сбагрим. Так-то ушел, я надеюсь. Фонариком светить не будем, чтобы не привлекать внимание. Кстати, подзарядим. А то у нас уже начал садиться аккумулятор. И на улице, судя по всему, ядерная зима. Так, ну что? Тут есть что-нибудь в уголке? Все, возвращаемся к Бурбону. Не будем испытывать... Кто там? Не будем испытывать судьбу. Так, тихонько. Идем к Бурбону. Так, а вот ты. Я запутался маленько. Давай, пойдем. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, но когда базарились. Будем надеяться. Так, что это за звуки? Пацан, нычкуйся. Ох ты, твою мать. Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, нычкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Так, тут у нас всем знакомое маршрутное такси, на котором рассекают в большинстве городов хачики. У нас, кстати, у Феи это пока не коснулось больно. Ездят наши местные архаровцы. Но уже постепенно завоевывают место. Ух ты, твою мать. Куда я залез? Давай прыгай, я тебя поймаю! Да что ты не прыгаешь-то у меня? Что-то у меня кнопка, что ли, заела какая-то. С этой десятки-то прыгнуть. Ну вот, итог тот же. Да что ж мне так не прется, а? Ох, тут от воды фонит, похоже, по страшному. Что-то тебе обойти-то, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в две секунды. Вон там, видишь, здание с воротами. У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании. Там есть укреппозиция ордена. И не тормози. И главное, Артём, главное, не ешь желтый снег. Да, это типа была шутка юмора. Так, кто ревёт? Куда мне надо затихариться пока? Фу, вроде не заметил меня. Так, давайте-ка мы запрячемся куда-нибудь в уголок, к этому банкомату. И посмотрим, что нам надо делать. Добраться до полиса. Так, найти вход на Сухаревскую. Отыскать бурбона. Так, ну, путь, я вижу, у нас тут один только. Через это здание. Зайдём в подъезд. Так, нет. Вход у нас, вот он. Чё-то Артём стал тяжело дышать. Надо сменить фильтр. Только не помню, как это сделать. Не так явно. Ну и хрен с ним. Он сам сменит автоматически. Когда фильтр совсем уже израсходуется. Единственное но, это то, что так, что происходит. Это там бурбон где-то пострелит далеке, что. Единственное но при старом фильтре это то, что запяток ты, блин. Сильно запотевает экран. Ну, то есть забрало противогаза. Поэтому, конечно, хотелось бы научиться. Но я потом к следующему прохождению посмотрю. А пока что, в принципе, справимся так. Так, я надеюсь, твои друзья не прибегут. Так, тут ещё один мёртвый сталкер, на котором патроны, оказывается, есть. Отлично. Так, потихоньку, помаленьку продвигаемся дальше. Артём совсем уж тяжело дышит. Так, ну что, это закрытое помещение. Я думаю, тут лучше будет. Ох, там я вижу. Они что, придут за мной? Давайте-ка мы вот тут вот, чтобы у нас тыл был защищён. Подождём их. Так, ну, судя по всему, так ждать их долго можно. Двинем дальше. Фух, меня спасло то, что я увидел его тень. Отлично. Так, надо быстро уходить отсюда, пока новые не набежали. Что? Что происходит? Так, тут мы видим офисы. Тут была какая-то контора, где наверняка сидели девушки и обзванивали клиентов. Так, осторожно. Старые системники стоят. Как и во всех совковых учреждениях. Так, тут уборная. Уборная никого нет. Только засанная писсуара. Так, давай меняем наконец-то, молодец. Так, шахта лифта. И проход туда. Давайте-ка мы пойдем в шахту лифта. Здесь что у нас? Какая-то нычка. Тут кто-то жил, похоже, забарикадировался ото всех. Да-да. За окном я вижу какое-то движение. Постараемся потише. Так, что это за пушка? Это дробовик. Не магическое оружие. Я, честно говоря, не доверяю ему. Дробовик, по-моему. Так, потушу. О, как страшно рычат, а? Как нам уйти отсюда? От греха подальше. Нам туда, похоже, надо прыгать. Сейчас я подзаряжу. Да, они вот тут вот. Так, ну, слава богу, обошлось уже. Я был готов к этому. Так. И мы снова оказались в фойее этого помещения. Надо по-быстрому уходить отсюда. Мы тут уже достаточно на шумере. Так, а что у нас там под лестницей? Угу. Еще патроны. Хорошо. Так, а вот мы вернулись к тому самому месту, откуда и начинали. Так, секундочку. Продолжим. Московские дворы, которые поросли какими-то странными деревьями. И мы видим очередную сталкерскую нычку. Вообще, влияние чисто игры сталкера очень сильно чувствуется. Видно, что разработчики были в теме, когда начинали разрабатывать это метро. Они, как говорится, хотели сделать свой сталкер с блэкджеком и шлюхами. Но в итоге у них вышла гораздо более линейная игра, но, по-моему, при этом гораздо более атмосферный. Так, я вижу его. Возможно, он уйдет. Видимо, не уйдет. Так, он один. Он явно не один. Ладно, двигаем потихоньку. Пусть они нас заметят и мы сражаем из РБНК. Туповатый оказался монстр. Ой-ой-ой, сзади я слышу. Тоже тут. Это, возможно, конец. Так, просто я не дамся. Так, как назло, фильтр опять запотел. Ничего не видно. Ох ты, твою мать. Где же ты взялся? Получи, фашист. Фу, блин. Я играю ночью и, честно говоря, она меня напугала до усрачки. Фу, так, идем дальше. У нас очередной покойничек-доходяга и сталь отлежит. Так, ну и что здесь? Все, нормально. Выходим дальше. Там я чувствую, что ты есть. Да? Я не угадал. Короче, я угадал. Я был прав. Подъезд. Хрущевки. Знакомая с детства картина. Кто он? Кто говорит вообще? Махерская. Видимо, парикмахерская. Так, детская площадка. Какого хрена? Это что такое? Да, это было сильно. Фу, куда-то убежали. Причем, один из них был гуманоидного типа, насколько я заметил. Бегал на двух ногах. Наверняка какая-то опасная тварь. Так, стоит десятка. Это какая-то вообще непонятная машина. Судя по всему, Бэха, пятерка. Джип. Так, у нас тут что-нибудь есть. Очередной жмур. Ох, как неуютно-то в этой Москве. Так, что у нас там? А, вон, дверь какая-то. На улице кто-то рычит. Это нехорошо. Еще нашли нынчку. Так, ну и все, что ли? Я уж думал, мы обойдем то страшное место. Так, там кто-то стоит. А если мы туда пойдем? Так, ну куда вообще? Компас показывает, что нам в ту сторону. Так, ну, постараемся. Да сколько вас там? Так, нам, видимо, туда. Все, быстро уходим. Блин, куда б спрятаться? Куда б? Ой, 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 ой. Да давай, залезай, бехомуха. Фу. Вроде убежали. Да. Такой Москве я бы жить не хотел. Ни в коем случае. Так, тут у нас Волга обвалилась вместе с Газелью. Твою мать, тебя только не хватало. Кого-то там грызешь. Так, ну, я думаю, может, нам его отсюда как-нибудь. Тут нету обхода. Блин, а. Давайте-ка мы бочком, бочком. Бочком. Блин, похоже, придется по-любому с ним столкнуться. Нам, видимо, вон туда. О, так. Тихо. Неужто? Кого-то там грызет. Да, нам, видимо, сюда. Кто там стреляет, я не пойму. Так, растяжечка. Обезвредим ее. Еще растяжка. Так, ну-ка. Тебя никак не обезвредит, судя по всему. Перепрыгнем. Так, здесь признак того, что кто-то пасет эту зону. Потому что вот если я притронусь к ним, то кое-кто, кто там меня ждет, услышит, что я приближаюсь. Поэтому надо как-то надеяться шуму прыжка они не услышат. А, здесь, похоже. Да, здесь очередная нычка. Фу, я уж думал, сейчас придется воевать с какими-нибудь дикарями. Так, что это? Я вооружился по полной и отправился на север, на ВДНХ. Похоже, у них там проблемы с нашими старыми друзьями. Если они вернутся через пару дней, сообщи полковнику и собери наших людей. Удачи. Да это ж Хантер. Он, похоже, этим путем сюда пришел. Вернее, отсюда пришел к нам на станцию. Потому что наша станция ВДНХ, как он упомянул, что перекантуется и направится на ВДНХ. Так, ну неплохая такая хаза. А нам пора, значит, обратно. Во второй проход. Так, что я вижу? Понятно. Все еще там плотно кушает. А мы идем куда-то идем. Возможно, мы возвращаемся в метро. Нет, мы все еще в мертвом городе. Это уже становится не смешно. Больно уж не дружелюбно это место. Так, ну что? Где мы находимся? В каких-то подвалах. Но, похоже, еще на поверхности. Так, ну местная вода, конечно. Это да. Так, патроны. Хорошо. Кровавый след. Это не очень хорошо. Ага. И окоченевший труп. Сорваной раной. Похоже, пузо прострелили. Видимо, это дело людей. Так, и мы видим опять поверхность. Что у нас тут за заросли такие мутировавшие? Ладно. Кстати, если кто играет в первый раз, то учитывайте, что если зажать подольше кнопку перезарядки, то вы переключитесь на патроны, которые являются деньгами. Они, несомненно, лучше стреляют, но если вы будете стрелять, то окажетесь нищими буквально через пару минут. Поэтому всегда смотрите, какого цвета у вас патроны. Так, хватит тут кружить, ты меня нервируешь. Я себя тараканом чувствую. Так. стандартный двор московский, все окна выбиты. Кто ты? Бурбон? Да, это Бурбон. Фух. Ну, ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Че, думал, калаш? Отлично сработано. придется себе оставить, что ли? Почти. Почти пришли, и сейчас двор ротался. Фух. Опасное место. Но, судя по тому, что мы нашли Бурбона, скоро мы отсюда уберемся. Я надеюсь. Бурбон не заметил. Да что ты, твою мать? Улетела. Странно. Ну, нашим легче, как говорится. че происходит? Че за дерьмо? Давай понемногу отходить. Кто там? Ох, опять эти тварь какие-то ненавидные. Живучий тварь, а? Ты не шути давай, убивай тварь, быстрее. Валить надо. Ох, сколько у вас. Ёлки, палки. Еще и дальше. давай, не уважайся. все, блин, еще тебе не хватало. Давай, 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 бежим. Фу. Это было стрёмно. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Друзья? Как в прошлый раз. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. я помню эту решеточку. Надо просто черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Да не шуми. Да я тебя сожжаю, если первая не придешь. Первый пошел. Все вновь. Стоять! Кто такой? А ну-ка посвятите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца! Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну конечно. к хозяину так к хозяину. Куда ж тебе как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже! Двигай! Двигай! Да я тебя зажарю, если первой не придешь! Ты не должен в морожка в тюптель. Глянь, он там ничего не забыл? Что-то шмоток его не видать. Ага. Ты че там усло, что ли, а? Ты не в морожка в тюптель. Да нет тут ни хрена только крысы. Ладно, тогда снялись. Крыса, наверное. Ну что, у Бурбона проблема. Он, конечно, скотина порядочная, но постараемся спасти его, что это у нас Бурбоновский дробовик. Ну как я вижу. Ох, ох ты! Тут вообще отлично. Калашников это прекрасно. Калашников это качество. ты мне должен два рожка калашу забору. Спартак чемпион! Ты мне должен два рожка калашу. Вот моя малышка мне принесла. Постараемся потише, но не обещаю. Спартак чемпион! метательные ножи. Готов. Ерунда какая-то. легче. Уже легче. Так, кстати, надо снять противогаз. Тут уже можно спокойно дышать. Ох, блин, как слепит это. спартак чемпион! Ну, что же за непруха такая, ёптель-тёптель. Да. Парень явно не из умных. У него на глазах убили приятеля, он стоит. Я ничего подозрительного тут не вижу. Ну, чё? Сообразил? Так, там у нас что, кто-то есть? Тут никого. Воображение разыгралось. Безмозная вёба. Прячься, не прячься, конец один. О, мороз спалился. Это плохо. нифига себе уже. В укрытие! В укрытие! А, точно. Блин, на хардкоре, конечно, воевать напряжно. Так, я его кончил, нет? Бей мутантом! Бей мутантом! Вот так... Оè! Вся база против меня! но хорошо что экономил патроны еще одна что у нас тут 2 скотина обманул меня ладно не будем испытывать судьбу там лучше попробуем пойти с этой стороны тут у нас вроде поспокойнее еще один калашников так кто-то шумит там я попробую его сейчас надо быть очень внимательным тут там у нас кто-то нехило укрепился интересная докину ой как криво да в пске попробуем еще раз за что что вот кривили тише ну ладно хоть так хотя конечно гранаты жалко ну да ладно блин тут не перепрыгнешь слишком высокий вот не надо гранаты твою мать там вообще охренели что-ли да это был напряжный тип это все с того угла бляха-муха ты смотри что делают а так ну я думаю теперь мы будем потихоньку подходить оттуда аккуратно осторожно не торопясь ну вот сорвал растяжку вот это сволочь который чуть не убил меня гранаты так сейчас попробуем обойти их стоять сверху один шевелится он отлично да блин хардкор есть хардкор враги резко поуменьше поумнели ты где хорошо я слышу там еще кто-то подает ох ты как подает еще ху надышимся все сдох так ну что вроде все по крайней мере такого явного сопротивления уже не вижу так соберем трофеи нам они очень пригодятся все и двинемся дальше будем надеяться нам по дороге больше никто не встретится потому что одному против такой толпы народа это что ты сволочь блин еще кто-то орет на шри мутантина не один даже все нет нет еще шевелится что известных каких же выходы напряжены а что за звуки 중 Такие звуки нам не нужны. Так, ну похоже все. Так, тут у нас что, электричество что ли? Блин, а? Как не кстати. Тут у них жили какие-то животные местные, похоже. Фу, ну ладно, вроде бы я всех, в который раз повторяю я, но вроде бы реально уже все померли. Чувак лежит башкой в костре. Так, побежим пока новые не прибежали. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или галакокс? Артем! Че за Артем? Эх, Бурбон. Ты кто? Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких как он. Так, туда. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, важновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Ну, какого у меня есть выбор? Пойдем с этим Ханом. Пока дверь не выломали. Так, тут у нас Мишка и патроны. Все, валим отсюда, валим. Что ж, мудрое решение. На этом закончу еще одну часть прохождения. Увидимся в следующей части.